По поручению в Рио главы Чувашии сейчас прорабатывается механизм удержания тарифов за услуги по вывозу ТКО на уровне прошлого года. Поднимать цены в сложных для экономики и населения условиях недопустимо, считает Олег Николаев. Об этом говорили на брифинге профильных ведомств. К сожалению, в обсуждении очень важной для жителей темы вновь не участвовали представители регионального оператора. Первоочередные шаги требуют серьезного анализа ситуации. Чтобы поддержать тарифы на прежнем уровне, нужно решить задачу раздельного сбора мусора. Сегодня перерабатывается всего лишь около 3% отходов. Чтобы как можно больше вторсырья шло в дело, в республике планируют создать экотехнопарк. Проект уже включен в план развития региона. И даже нашлись 7 реальных резидентов, желающих этим заняться. Центр по переработке мусора построят в Новочебоксарске. Правильные и полезные экопривычки населения в конечном счете в корне поменяют систему переработки ТКО. Не менее 36% у нас должно идти в переработку отходов. То есть, соответственно, мы должны развивать и разделить сбор отходов. И полученное вторичное сырье или вторичные материальные ресурсы мы должны перерабатывать. И не менее 60% образованных на территории республики твердых коммунальных отходов, конечно, должны проходить через сортировку. Вот эти целевые показатели мы себе ставим. То есть, думаю, что мы их достигнем. И вот создание как раз Эго-технопарка – это вот такой серьезный базис для того, чтобы этих целевых показателей достичь. В этот непростой период очень кстати государственные меры соцподдержки. Это компенсация сельским специалистам, поддержка пенсионеров, ветеранов и многодетных семей. При учете среднего дохода семьи сейчас не учитываются доходы граждан, зарегистрированы в порядке безработных. То есть, не просто он безработный, а он должен быть зарегистрирован на меньшее труда. Безработный, почти безработный. То, значит, соответственно, всех членов семьи и одного членов семьи, кто едет официально зарегистрированный, учитывать не будет. Вот эта мера очень существенно сейчас будет помогать тем людям, и она непосредственно связана с гостным тарифом. Уже оформленные субсидии будут продлеваться автоматически до 1 октября текущего года. Никаких бумаг по подтверждению данных не требуется. Помощь от государства по субсидированию уже получили более 14 тысяч семей. Что касается самих тарифов, то вопрос еще прорабатывается. Максимально в короткие сроки мы этот вопрос прорабатываем. Да, будет перерасчитывать, да, конечно. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.